На протяжении двух дней Брестский государственный музыкальный колледж имени Григория Шермы становится местом, где будут звучать глубокие, серьезные, мелодичные и звонкие произведения Баха, Бетховена, Моторта, Чайковского и других знаменитых классиков в исполнении талантливых молодых, перспективных и одаренных, учащихся средних и высших музыкальных учебных заведений страны и зарубежья. Уникальность этому событию придает само имя Святослава Рихтера, это в первую очередь. Затем, конечно же, такое событие объединяет творческую молодежь, что чрезвычайно важно вообще в целом для культуры нашей республики, потому что это и общение, это обмен опытом, это какие-то творческие идеи, вдохновение. В международные жюри вошли музыканты-исполнители и педагоги из Беларуси, России, Литвы и Польши. Конкурсанты разделены на две возрастные группы, в одной из которых молодые люди от 16 до 19 лет, а во второй от 20 до 24 лет. В глазах виртуозов огонь, в сердцах желание и по плечу самые амбициозные планы. Это мой первый такой серьезный конкурс, и он имеет огромное значение, потому что он переносит очень много опыта, и неважно на результат, какой будет он или вообще его не будет, самое главное это то, что я приобрету, какой опыт, какие знания я из этого вынесу. Для меня музыка значит очень многое, она очень важна для меня, и я надеюсь, что я смогу воплотить все свои мечты в жизнь. В программе выступления каждого участника пять произведений, при этом общая продолжительность игры не должна превышать четверти часа. Это полифония Баха, сонатная Олегра Венских классиков, виртуозный этюд, произведения белорусских композиторов 19-20 веков и свободная тема. Конкурс молодой, то, что он посвящен имени великого пианиста 20 века, Святослава Теофиловича Риктора, это, конечно, делает его незаурядным событием. Он многократно приезжал в Брест с концертами, ну и не только концерты, здесь было и общение, очень теплая атмосфера. Я думаю, что Риктор любил Брест. И, конечно, дань его памяти – этот конкурс молодых музыкантов. Хочется услышать индивидуальное такое отношение и такое более глубокое. Так как вот стихи, которые можно прочесть так по-школьному, даже передавая смысл, и неплохо передавая смысл, который автор заложил в этом. Но можно их так прочесть, что это еще более трогает того, кто это слышит, и еще более углубляет эту мысль. Вот тоже самое в музыке. Я вот это хочу услышать от молодых. Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизнь и веселье всему существующему. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного. Второй международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера тому яркое подтверждение.